Приветствую вас. Ответ на вопрос, который вы задаете, во многом зависит от того, в какую сторону вы направлены, в какую сторону вы хотели бы двигаться. То есть, пока что, на мой взгляд, у вас имеет место быть тупик. Тупик этот связан с либо страхом каким-то, либо с неуверенностью, либо с определенной выгодой. Если мы говорим о неуверенности в себе, то это... Если мы говорим о неуверенности, то это именно неуверенность в себе. И ответ на ваш вопрос, да? Как себя правильно вести с ними, чтобы это прекратилось? Напрямую зависит от того, что останавливает вас, что обуславливает такое ваше поведение по отношению к никим. То есть, в теории, в идеале, лучше всего будет, если мы уберем блокирующие факторы, например, воспитание. Если вас воспитали терпеть бестактное, эгоистичное поведение других людей, то такое воспитание, согласитесь, довольно-таки неправильно, как минимум деструктивно. И, соответственно, его нужно, ну вот, значит, корректировать. На мой взгляд, да? Его нужно корректировать. Это то, что касается, ну вот, данного аспекта. То есть, вы как бы обрадуетесь, говорят, что меня так воспитали, но на самом деле это не обрадание. На самом деле, это не оправданно. Это скорее рационализация. То есть, вы сами как считаете? Вы сами как считаете? Не нужно ничего менять? Если ваше воспитание вам мешает. Если вы считаете, что нет, то тогда дело ограничится простыми советами, рекомендациями, которые по факту могут ничего вам и не дать. Я имею ввиду нового, интересного и так далее. Если же вы готовы менять что-либо в своем поведении, если вы готовы менять что-либо в своих установках, да? В своем воспитании, то есть, не быть просто продуктом воспитания, а все-таки быть хозяйкой, хозяйкой своей жизни, да? Вот. Если вы готовы действовать таким образом, то это можно и нужно поменять. Но вопрос, опять же, заключается в том, что вы готовы для этого сделать. По сути, вам необходимо привести инвентаризацию своих установок и жертвенного поведения. Когда вы говорите, что по-другому не получается, меня так воспитают. И увидеть в этом перенос ответственности и психологическую игру все из-за тебя или все из-за них. Но выбор по итогу все равно делаете вы. Выбор вести себя так или иначе по итогу все равно делаете вы. Поэтому лучше сначала ориентироваться на личную ответственность, а потом на фильтр. На фильтр. На фильтрацию того, что вы принимаете на веру, скажем так. А что вы не принимаете на веру. То есть, что вы берете для себя. Да. Вот. А что нет. То есть, необходимо определить критерии вреда и пользы информации, информации, которую вы воспринимаете. Ну или, если угодно, впитываете. Да. Ну вот. Как я уже говорил. Что это за воспитание такое. Да. Что это за воспитание такое, где нужно терпеть, значит, негативные отношения к себе. Ради чего, для чего такое воспитание. Вот. То есть, это нужно подвергать критике. И нужно уметь говорить «нет». Но для этого, для того, чтобы уметь говорить «нет», нужно сперва себе, себе самой сказать «нет». Я не буду так делать. Я не буду это терпеть. Да. Но ведь вы же понимаете, что раз вы терпите, раз вы терпите, значит, скорее всего, вы преследуете какие-то там цели, скорее всего, вы рассматриваете какие-то выгоды. Понимаете. Вот. И с этим всем нужно тоже работать. Потому что нельзя так просто взять, например, прервать общение с родственниками, да, и при этом не подумав, чем вы, скажем так, ну, например, замените, да, отсутствие общения с ними. Вот. Это тоже нуждается в проработке. Дальше. 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 А самое главное теперь. Вы говорите, что меня раздражают наши родственники. Да? Раздражают. Вот проанализируйте раздражение. Проанализируйте раздражение. Что оно из себя представляет? Ну, само по себе раздражение. Что из себя представляет? Ответьте себе на вопрос. Почему я должна это терпеть? Ответьте себе на этот вопрос. Если меня раздражает, если мне что-то не нравится, то почему я должна терпеть то, что мне не по душе? Ответьте себе на эти вопросы. То есть, получается, что вы ставите себя и свои желания, свои чувства ниже, чем аналогично у других людей. То есть, например. Например. Своё раздражение. Да? А это сигнал. Это ваш чувственный сигнал. К тому, что нужно что-то менять. К тому, что пора что-то менять. Да? И так далее. Так вот. Вы ставите, вы ставите ниже, вы ставите ниже свои чувства, свои переживания, свои эмоции. Вы ставите ниже, чем, вот собственно, аналогичные у других людей. И меня интересует, как психолога, чем это обусловлено. Знаете? Вот когда вы избавитесь, или хотя бы подкорректируете позицию, я минус, или я менее важна, чем другие, то я такая же, как другие. И я также имею право на то, чтобы комфортно себя чувствовать. И что я не свободна. Потому что свобода одного, это отсутствие бреда другого. Да? Свобода одного человека, это отсутствие бреда другому человеку в отношении. Вот. Когда вы это увидите и спросите, спросите себя, а почему так? Да? Из-за чего так? Каковы причины такого? Чем я-то хуже? Почему я должна терпеть? Например, мама, если терпит, да, это, в общем, ее право, да, это ее выбор. Ну, а ваш выбор какой? Понимаете? Вот. Значит, когда вы это для себя зафиксируете, то вам станет проще менять свою линию поведения уже. То есть, то есть, вот, нужно свое отношение, отношение к своим чувствам несколько лучше идентифицировать. Вот. Для этого нужна ваша экзистенциальная позиция. Вот. Для этого нужно работать с вами, потому что, ну, так просто, да, вы так жили, вы так привыкли жить, и, соответственно, ну, я не думаю, что, гол, вы сможете так легко и быстро это изменить, то, что происходит. Вот. Что касается рекомендаций, то рекомендации здесь следующие. Ну, значит, вам необходимо, во-первых, во-первых, перестать развлекать родственников. То есть, грубо говоря, если, если запретить им приходить вы не можете, да, если запретить приходить им вы не можете, ну, то есть, они, в принципе, могут иметь право, да, приходить. Эм, к вам. Когда хотят. Вот. То вы имеете полное, полное право их не развлекать. Не развлекать. Понимаете? Вот это вы имеете полное право делать. Вот. А. Поэтому. Поэтому. Я думал. Что. Начать вам нужно именно вот с этого. то есть, раз уж, раз уж, раз уж, раз уж, вы, значит, не можете им сразу дать опор, ну, на это нужно время, а перестаньте их развлекать. Перестаньте их вообще замечать. Понимаете? Своими делами. Просто вот поставьте все, что нужно. Сделайте. Сделайте, чтобы, ну, то есть, поставьте им все ресурсы, а сами видите, вы скажите, что у вас дела и что вы, вам некогда. Извинитесь, но занимайтесь своими делами. И все. То есть, это еще один момент. Момент разграничения ответственности вашей и других людей. Я ответственен за одно, ты ответственен за другое. Ты ответственен за то, что пришел ко мне без приглашения на мое право, я ответственен за то, чтобы вести себя так, как будто в моем распорядке ничего не изменилось. Потому что, ну, у меня есть какие-то, ну, какие-то, грубо говоря, обязательства, да, перед, например, ну, перед другими, перед другими, например. Вот. И, собственно, это справедливо по отношению к людям. И это очень быстро снизит у них желание приходить к вам в гости. Ну, конечно, там есть еще мама, которая, ну, которая поддерживает этот токсичный вид отношений. Вот. Есть еще мама. Да, да. Есть еще мама. Но мама, она вполне возможно, значит, что посмотрит на то, что вы делаете, посмотрит на то, как вы делаете, и вполне возможно последует вашему примеру. Вот. Возможно, не сразу. Возможно, ей понадобится какое-то время для этого. Вот. Но, то, что она это сделает, это, скорее всего. То есть, понимаете, аноним, какая история. Не совсем понятен ваш запрос. То есть, вы спрашиваете у нас, как правильно себя вести, чтобы это прекратилось. Но при этом я более чем уверен, что вы сами знаете, как правильно себя вести. И при этом вы же, вы же сами говорите, что по-другому вести себя не получается, ибо вы так воспитаны. Это значит, что любой, по сути, любая рекомендация, которая будет вам дана, будет столкнуться с этим аргументом. Я так воспитан. И это не аргумент, потому что это интроекция, да, то есть, ну, не фильтрованное принятие каких-то установок из гляда. Понимаете? Вот. И таким образом получается, что вы можете начать играть в игру, почему бы вам не данного. Можете об этом почитать в интернете. Там есть информация по данному феномену. Вот. То есть, вот здесь сперва надо разрешить вот это противоречие. Если вы поняли, что наступил определенный критический момент, да, определенный критический момент наступил, что дальше, дальше, так вот как вы, ну, так как вы живете, жить, например, нельзя, да, если вы поняли, поняли для себя это, то возникает вопрос, возникает вопрос, что вы готовы сделать, что вы готовы сделать для того, чтобы это изменить? И готовы ли что-то изменить? И готовы ли что-то изменить? Вообще. Готовы ли что-то менять? Если да, то что готовы менять? Вот. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный аспект. Вот. Вот. И вот уже, когда речь будет идти о том, что вы готовы поменять, да, когда будет речь идти о том, что вы начнете анализировать, анализировать свои, значит, скажем так, ресурсы. Вот. Тогда вообще можно будет выдавать рекомендации. более такие превентивные, превентивные. А пока это просто вот вот так. То есть не совсем понятно, в каком состоянии вы находитесь. Я имею ввиду эмоционально. Понимаете? И вот поэтому с этим нужно разбираться отдельно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.